Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей о событиях в пятнице 15 марта. Вам расскажут мои коллеги и я, Инга Габеши. Они спят с телефоном, чтобы держать руку на пульсе ЖКХ. Коммунальщиков города Сочи поздравились с профессиональным праздником. В бочу, керлинг на колясках и следж-хоккей играли сегодня в зимнем театре. В Сочи отметили пятилетие зимней паралимпиады. В дикую природу Кавказа выпустят очередного переднеазиатского леопарда. Журналисты сегодня посетили центр восстановления леопарда на Кавказе. Кто поедет на летнюю универсиаду решается в Сочи. На курорте стартовали всероссийские студенческие соревнования по парусному спорту. Огромная автофура отрезала село в Сочи от остальной части города. Она перегородила собой дорогу к селу Верхний Юрт со стороны центра Сочи. По словам очевидцев, большой грузовик не смог вписаться в крутой поворот на трассе. Машину занесло, в результате чего она встала поперек дороги. Сейчас Верхний Юрт оказался практически отрезанным от города, а автолюбители заблокированы в обе стороны. На дорогах образовались серьезные заторы. На месте работают сотрудники ГИБДД и дорожных служб. На ремонт дорог в Краснодарском крае в этом году потратят более 31 миллиарда рублей. Об этом сегодня на конференции в Сочи рассказал первый замминистра транспорта и дорожного хозяйства Кубани. В Сочи на международную конференцию собрались ведущие предприятия дорожной отрасли региона. Ученые, профильные специалисты из Китая, Португалии, Франции, Кореи, Германии. Всего более 200 человек. Специалисты дорожной отрасли в течение двух дней будут обсуждать применение новых материалов и технологий в дорожном строительстве. Как отметили на открытии конференции в Краснодарском крае, сегодня используют современные технологии ремонта дорог, что увеличивает срок их службы. А для проверки качества проведенного капремонта на Кубани используют специальную лабораторию. Дороги Краснодарского края одни из лучших по регионам Российской Федерации. Это безусловно, это отмечают гости, это отмечают сами жители. Ну и по некоторым направлениям мы можем посоревноваться с европейскими странами. Наши сочинские магистрали, они ничем не уступают автобанам Германии. В этом году на обновление асфальтового полотна в крае потратят более 31 миллиарда рублей. Также в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выделено более 3 миллиардов на ремонт магистралей в Краснодаре, Новороссийске и Сочи. Строительный сезон у нас уже начался с марта месяца. Самые масштабные работы будут, конечно, в городе Краснодаре, город Сочи, город Новороссийск и региональные дороги. Протяженность региональных дорог составляет 9 тысяч километров. Планируем отремонтировать в этом году порядка 600 километров. Важная дата в истории Сочи и всей страны. Сегодня на курорте завершилась череда мероприятий, посвященных пятилетней годовщине, прошедших в 2014 году Паралимпийских игр. Сегодня все причастные к этому событию сочинцы и те, чью жизнь навсегда изменили игры, собрались в Зимнем театре. Там побывала и наша съемочная группа. В холле Зимнего театра для гостей подготовили необычные зоны активности. Здесь и мастер-класс по танцам на колясках. Тут же можно было оседлать сани для слэдж-хоккея или встать на горные лыжи. Сегодня сочинцам с ограниченными возможностями доступны 16 видов спорта. Паралимпийские игры изменили жизнь многих сочинцев с инвалидностью. Алексей Голевко и Александр Ермолов после игры увлеклись керлингом. Сегодня они входят в состав краевой сборной. «Однозначно жизнь стала интереснее. Хочется стремиться вперед, достигать каких-то вершин. Все время хочется стать на уровень выше». Паралимпийские игры в Сочи стали рекордными по числу участников. 547 спортсменов из 45 стран. Россия установила новый рекорд в медальном зачете. 80 наград, из которых 30 золотых. Инвалид по зрению Римма Абаталова – 13-кратная паралимпийская чемпионка по легкой атлетике. Говорит, кроме годовщины игр в Сочи, у российских паралимпийцев сегодня еще один праздник. Нам разрешили выступать на паралимпийских играх именно под своим гимном. Именно 15 марта наша команда восстановлена. Я очень рада этому и хочу всех поздравить наших ребят с возможностью выступления 2020 под своим флагом. На сцене Зимнего театра – танцы на колясках. Артисты еще раз доказывают, что для людей с инвалидностью нет никаких преград. Меньше барьеров стало и в городской среде. Во время подготовки к паралимпиаде в Сочи более 1400 объектов были приведены к требованиям доступности. И спустя пять лет работа не заканчивается. Сегодня в списке уже 1800 объектов. Кафе и магазины, поликлиники и санатории, пляжи и общественный транспорт. Город стал доступен для людей с ограниченными возможностями. Какое направление мы не взяли, я говорю, от торговли до санаторно-курортных объектов, до прогулочных набережных, это все было сделано благодаря Олимпиаде. Все новые здания, которые строятся, неважно какого направления, это отели или административные, торговые центры, мы уже делаем с учетом доступной среды. И эта масштабная работа будет продолжена. Успешный опыт Сочи уже применяют в других городах страны. Ну а главное достижение игр изменилось само отношение к людям с инвалидностью, которые ломают все стереотипы о пределах человеческих возможностей. 15 городов, в том числе Сочи, первыми в России перейдут на цифровое ЖКХ. Курорт стал пилотным городом, включенным в проект «Умный город», который является набором инструментов для цифровизации городской среды. Переход жилищно-коммунального хозяйства на цифру позволит в том числе создать систему интеллектуального учета потребления коммунальных ресурсов. И к слову о коммунальщиках. Сегодня в Сочи этих бойцов невидимого фронта поздравили с профессиональным праздником – Днем работника жилищно-коммунального хозяйства. Николай Кудрявцев, начальник водозабора на реке Псизуапсе, отвечает за качество воды в Лазаревском районе. Это очень ответственно и в то же время приятно знать, что от твоего труда зависит, хоть это громко сказано, но жизнь человека. А пришел он в водоканал в 1984 году обычным слесарем-ремонтником. Затем перешел на должность диспетчера, чуть позже старшего диспетчера, поступил в университет. На одном производстве уже 35 лет. Сейчас, рассказывает, работать интереснее. Это очень хорошо. Вот за мою бытность, в этом году будет 35 лет, как я работаю в водоканале, то есть очень многое поменялось. Поменялось оборудование насосное. То, что было в 80-е годы, и сейчас, конечно, это не сравнить. То есть многое. Сети аварийные меняются, автопарк меняется. То есть все внедряется в современные технологии. С новым оборудованием и работать надо эффективно. Поэтому для курорта важно, чтобы в отрасли ЖКХ трудились настоящие профессионалы. Для отличившихся организовали торжественный прием в зале органной и камерной музыки. Поблагодарили за работу и вручили грамоты от главы города. Я считаю, что люди, которые работают в ЖКХ, это люди всегда востребованные. Понимаете, это скорая помощь по техническим вопросам. А для нашего города, который стал очень большим, крупным городом после Олимпийских игр, очень важна эксплуатация, очень важен труд этих людей. И я благодарен им сегодня за то, что они делают. Это непростая задача. ЖКХ – социально значимая отрасль городской экономики. В последние годы она значительно обновилась. Модернизированы и построены несколько десятков современных объектов коммунального хозяйства. Это наша повседневная жизнь. Понимаете, это свет, это тепло, это вода. Это то, что нужно каждый день нашим сочинцам для нашей прекрасной, замечательной, радужной жизни. Очень приятно, что нас сегодня пригласили на этот замечательный, прекрасный праздник, что нас отметили, нашу работу, наш профессионализм. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства значительно расширился. В Сочи активно реализуются инвестиционные программы. Развитие коммунальной инфраструктуры является приоритетным для курорта, где как часы должны бесперебойно работать водопровод, электросети, газопровод и котельные. Комфортным в Сочи должен быть не только отдых туристов, но и повседневная жизнь горожан. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Целеустремленные, талантливые, молодые и небезразличные. В Сочи собрались лучшие управленцы страны. 300 человек из более чем 200 тысяч добрались до финала конкурса «Лидеры России». С участниками встретились первозаместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. В этом году обязательным условием испытаний стала реализация собственного социального проекта. Победители получат 1 миллион рублей на обучение и возможность поработать с такими наставниками, как федеральные министры и руководители крупнейших госкорпораций. Духом лидерства проникся и наш корреспондент. 300 сильнейших управленцев из разных городов, разных профессий разного возраста, но объединяет их одно. Они хотят быть полезными своей стране. В приветственной речи первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко обращается к тем, кто в предыдущем конкурсе не дошел до заключительного этапа, но не сдался. Вернулся в этом году, чтобы доказать свои лидерские качества. Поднимите руку, кто у нас в прошлом году участвовал. Конкурс лидера России стартовал по инициативе президента и проводится уже во второй раз. И финал снова у нас в Краснодарском крае, в Сочи. Его цель – это поиск умных и перспективных управленцев по всей России. Ведь главное богатство страны – это люди, и для их развития нужно создать условия. Для того, чтобы попасть сегодня в этот зал, каждый из вас должен был стать лучшим из 750 квалифицированных управленцев. И я вас хочу поздравить с тем, что то, что вы прошли финал конкурса – это уже большая и заслуженная победа. А это, напомню, уже означает, что каждый из участников финала уже получает 1 миллион рублей. На любую, по вашему выбору, программу повышения квалификации, обучения в любом российском учебном заведении. Но, знаете, наверное, самое главное здесь, что вы совершили уже очень важную победу внутри самого себя, над своими страхами, над своей неуверенностью или своей ленью. И вот эту победу вы точно совершили. Поприветствовал лидеров со всей России в Сочи глава Кубани Вениамин Кондратьев. Губернатор Край отметил, что конкурс лидера России показывает, насколько талантлива, амбициозна и ответственна сегодняшняя молодежь. Для нас, для губернаторов, это вот та возможность найти тот кадровый потенциал, который будет делать сегодня экономику регионов, жизнь, сегодня и завтра. Это принципиально важно. Не ошибиться в самом главном составляющем успеха – это кадра. И сегодня настоящий конкурс позволяет нам находить вот те кадровые решения, которые еще вчера практически было сделать очень и очень сложно. Сегодня у вас есть старт на долгую, длинную дистанцию под названием жизнь. И вот, конечно, дальше уже жизненные критерии будут определять лидеров. Вы стали на этой жизненной дистанции, либо только на старте. Это все зависит от вас, от ваших возможностей. Друзья, вы нужны сегодня. Нужны в регионах, конечно, нужны в рамках всей нашей огромной страны, потому что нам нужны сегодня те, кто умеет мыслить, кто умеет принимать решения, кто умеет работать не на действия, а на результат. Это сегодня те управленцы, которые приведут к экономическому успеху и своей регионы, и в целом страну. Конкуренция есть не только между участниками за победу, но и между представителями власти и бизнеса за финалистов. К некоторым уже поступает предложение работе. Первый конкурс дал стремительный результат. 86 победителей из 100 получили высокие должности в крупнейших корпорациях и госструктурах. Я уверен, что каждого с их талантом, способностью, активностью можно интегрировать и в реальный сектор экономики края, и в целом в сферу управления и муниципалитетов, и, конечно, в целом регионы. Заместители губернатора уже приехали, и мы пытаемся не потерять своих. А если сможем приобрести еще и из других регионов, ну что ж, мы будем только богаче. В этом году Краснодарский край лидирует по количеству финалистов среди субъектов ЮФО. В заключительном этапе наш регион представляет 8 человек, в их числе предприниматель Сергей Галаушкин. Он, как и другие участники, разработал социальный проект. Это стало новым условием для выхода в финал. Ведь настоящий управленец должен не только говорить, но и действовать. В Гулькевичском районе Сергей провел акцию «Подари книгу», которая помогла пополнить библиотеки малых поселений. Спустя бесконечное количество испытаний, заданий и тестов, пройденных на конкурсе, Сергей признается, потолок собственных возможностей не иссякаем. А позже молодой предприниматель рассказал губернатору о своем бизнесе, который он планирует развивать. Вениамин Кондратьев встретился с финалистами конкурса, который представляет Краснодарский край. Сергей Галаушкин сегодня помогает небольшим фермерским хозяйствам реализовать продукцию. Для удобства даже придумал электронное приложение. Гулькевич родился, живу сейчас рядом с Гулькевичем Капостом. Бизнес у меня связан, скажем так, продажа сфересельского хозяйства. Мы с небольшими фермерскими хозяйствами работаем, овощниками. Сегодня центр «Корротный комплекс», он сумасшедшим образом потребляет все, что проще на Кубани. Нам даже не нужно за пределами. Операторы с импортными корзинами выше крыши. Они работают с теми помидорами, которые не гниют в течение месяца. Виноград, который полгода не гниет. Молоко, которое непонятно какое. И они на наших курортах реализовывают. Ну, 16 миллионов отдыхающих за год. Задумайтесь, 16 миллионов. Зачем вам другой рынок? У нас, собственно, есть. И вот нам нужен местный кубанский оператор, который корзину сделает из нашего. И вот эту корзину предложат санатору «Корротному комплексу». А мы поможем сделать так, чтобы санатор «Корротный комплекс» все-таки ориентировался на нашу экологически чистую, полезную, относительно недорогую продукцию. И вот это сегодня моя задача. Я не могу говорить только одно. Где мне найти того, кто этим займется, кто создаст такую продовольственную корзину, станет оператором. Региональным оператором, но старше кубанской корзины. Губернатор обсудил с участниками конкурса перспективное направление развития региона. Многих интересовало, на какие отрасли сегодня лучше сделать ставки, чтобы проявить себя. Я сейчас живу в Краснодарском крае. Так как я сейчас здесь живу, я смотрю на этот край и думаю, где я здесь могу быть полезен, куда я могу сферу своей компетенции дальше переложить, куда вырасти из этой компании и пойти свой бизнес создавать. Инвестиции сегодня – это основное, что может, во-первых, дать нам новые технологии, во-вторых, новые рабочие места и новые налоги. Но здесь тоже нужно думать, ведь бизнес он умеет считать. Он же тоже смотрит выгодно, невыгодно. Поэтому, конечно, направление, с точки зрения всей отрасли экономики, то были гаранты на продовольственной безопасности, будем оставаться, сельское хозяйство. Санитарно-курортная сфера, безусловно, огромный резерв, где мы максимально сегодня пытаемся, в том числе, найти кадры – это промышленность, переработка. И неважно, легкая промышленность, ну, конечно, не тяжелая. Поэтому промышленность, если мы говорим о том, что в чем перспектива, и мы создали сегодня фонд промышленности, и максимально поддерживаем сегодня за счет господдержки, в том числе и развития любой промышленности – малой, большой, средней, то есть, неважно, но точка зрения только в тех сферах, которые я обозначил. Поэтому, если готов в этом направлении сотрудничать, это можно обсуждать. Но в целом, смотрите, чем помочь, если серьезное производство, которое явно даст развитие окраю и этой отрасли. После встречи будущие управленцы отправились дальше на мастер-классы от наставников. Кто будет победителем, станет известно 17 марта. После этого 100 человек могут считать себя лидерами России. Теперь участников ждет напряженная, но интересная борьба за главный приз, который обеспечит им путевку на верхние этажи карьеры. 100 победителей смогут поработать с известными наставниками, топ-менеджерами крупнейших компаний и государственными деятелями. Возможно, в их числе будут и участники из Краснодарского края, которые помогут сделать тот экономический рывок, заложенный в стратегии развития региона до 2030 года. Яна Бузычкина, Алексей Комаров, Виктор Чаусов, Кубань, 24 Сочи. К новостям вернемся после прогноза о погоде и короткой рекламы. Не переключайтесь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кавтовые сыры, мед, экопродукты, деликатесы по выставочным ценам. Розница и опт. С 21 по 23 марта. Жемчужина. Вход свободный. Создай свой новый образ. Деловой или дерзкий. Эксклюзивные модели из новой коллекции французской фирмы Эвелин Болеро в магазине «Дамский кабриз». Торговая галерея напротив Агропрома. В ближайшие месяцы в дикую природу Кавказа выпустят очередного переднеазиатского леопарда. В Сочинском центре разведения и реабилитации этого редкого хищника к самостоятельной жизни готовят самку Багиру. Ее новым домом может стать национальный парк Алания в Северной Осетии. В дальнее путешествие вскоре отправятся и другие пятнистые постояльцы. Сверепым рыком встречает гостей переднеазиатский леопард по кличке Фишт. Он родной брат Виктории, которую выпустили в дикую природу вместе с Кили и Ахуном в 2016-м. Вскоре и засидевшийся в вольере самец отправится в путешествие, но не в леса Северного Кавказа. Его ждут в одном из европейских зоопарков. А пока хищник привыкает к человеческому обществу. За остальными хищниками, сегодня в центре живут 14 особей, наблюдают через мониторы. Для полноты картины в каждом вольере установлены по 10 видеокамер. В кадре черри со своими котятами. Отдыхают после плотного завтрака. Она успешно добыла копытное и привела своих котят для того, чтобы накормить их. Вы можете наблюдать на мониторах элементы комфортного поведения хищников, которые свидетельствуют о благополучии и их пребывании в центре. Пятерых котят, родившихся у самок черри и Андрея в июне прошлого года, готовят к самостоятельной жизни. Их недавно чипировали. Выпустить в дикую природу планируют в 2020-м. А считанные месяцы осталось жить за высоким забором трехлетней багири. В январе этого года в лесах Северного Кавказа браконьеры убили кили. Ранее погибла Виктория. Экзамен на прочность пока успешно сдают четыре леопарда. Ахун, Эльбрус, Артек и Волна. Это выпускники 2016 и 2018 года. Новая среда обитания, самостоятельный поиск пищи и встреча с охотниками. К испытаниям в дикой природе молодых леопардов готовят с учетом старых ошибок. Дебошир, прервавший рейс Сочи-Москва, заплатил компенсацию почти в миллион рублей. Южное следственное управление на транспорте завершило расследование уголовного дела. Напомню, 16 октября самолет сообщением Сочи-Москва совершил вынужденную посадку в аэропорту Краснодара из-за 35-летнего жителя Санкт-Петербурга. Пьяный мужчина вел себя агрессивно, нецензурно выражался, грубил и не выполнял требования экипажа. Командир принял решение о снятии авиадебошира с рейса. После возбуждения уголовного дела обвиняемый скрылся и был объявлен в розыск. Его нашли в Москве и доставили в Краснодарский следственный отдел. Подтяживший добытый доказательств. Он признал свою вину и в добровольном порядке возместил причиненный имущественный ущерб. Павый аэрофлот в сумме 200-300 тысяч рублей, а также гражданские требования двух листов, пострадавших от преступных действий обвиняемых, в размере 350 тысяч рублей каждому. Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурором. Как превратить частную историю во всероссийскую программу? Студентам российского международного олимпийского университета рассказала основатель программы «Лыжи мечты». Опытом Наталья Белоголовцева поделилась в рамках лекции, как создать успешный спортивно-социальный проект. История становления проекта «Лыжи мечты» началась еще в 2014 году. Его основатели Сергей и Наталья Белоголовцевы, перепробовав все возможные методики лечения для сына с диагнозом ДЦП, однажды решились на эксперимент. Поставили парня на горные лыжи. Уже спустя две недели занятий стало очевидно, что адаптивный спорт – самый эффективный метод реабилитации ДЦП и других ограниченных возможностей здоровья. Тот результат, который мы получили в результате занятий, то, что произошло с его телом, это была совершенно фантастическая история, что было очевидно, что за эти две с небольшим недель у него кардинально изменилась пластика, кардинально изменилась структура тела. Наталья приехала в Сочи для того, чтобы поделиться своими знаниями в области создания спортивно-социального проекта. На лекции она рассказала студентам, что за время своего существования уникальная программа помогла поправить здоровье уже тысячам детей и взрослых с ограниченными возможностями. Это будет очень интересно, познавательно, потому что современные новые методики, они, конечно, сегодня востребованы в обществе, потому что есть определенный такой, скажем, прорыв развития спортивной индустрии. Я уверена, что для меня будет это продуктивно и очень интересно. Сейчас программа работает уже в 28 реабилитационных центрах различных регионов, в том числе и на одном из горнолыжных курортов в Красной Поляне. Там уже десятки ребят смогли пройти реабилитацию и социализацию не только с помощью горнолыжного спорта, но также командных игр и прочих видов физической активности. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». В Сочи отбирают лучших яхтсменов для участия в универсиаде. В акватории Югспорта открылись всероссийские студенческие соревнования по парусному спорту. У яхтсменов две важные задачи – победить в регате и получить путевку на 30-ю летнюю всемирную универсиаду. Главные старты для мирового студенческого спорта пройдут в июле в итальянском Неаполе. У нас довольно-таки опытный экипаж, и каждый из участников может похвастаться действительно и большими достижениями, и большим гоночным опытом. Конечно, мы планируем показать максимум того, что можем. Надеемся, и того будет достаточно, чтобы быть первыми. Другие команды из различных городов России не слабее. Здесь вообще соревнуются лучшие яхтсмены от студенчества – 35 человек. В каждой команде по пять гонщиков. Яхты они арендовали здесь, в Сочи, и вчера уже выходили в море на 4 часа, чтобы опробовать новую яхту на воде. Мы разыграли семь яхт. Каждая команда будет гоняться в следующий новый день на новой яхте. И это максимально приближено к тому, чтобы объективно выявить победителя. Соревнования проходят в классе G70. С утра было безветрие, но в полдень, когда был намечен старт первой гонки, ветер появился. Экипажи будут соревноваться три дня. Итоги подведут в воскресенье. Елена Авсецина, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». И на этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в телепакетах Beeline на 76-й кнопке и в социальных сетях. В группах новости «Сочи ФКТ» в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. В студии была Инга Агабеши. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты «Мика Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мика Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Субтитры создавал DimaTorzok